Второй компонент оживления это массаж сердца. Если клиническая смерть, то не дышит и сердце не бьётся. Обычно сочетается это всё. И проводить индивидуальное искусственное дыхание бесполезно, потому что всё равно из лёгких кислород не поступает кровь, потому что сердце не бьётся. То есть кровь поступает, но по организму не распространяется, сердце не бьётся. Сердце может остановиться в разных ситуациях. Допустим, прямой удар в область сердца, утопление, удушение, отравление газом, электричество, поражение мозга, центры в мозге есть, которые управляют сердцем, при кровопотерях, типовом ударе, ожогах, замерзании и так далее. Остановка сердца это считается уже клинической смертью, но ещё в принципе не умер. Умер это когда ткани головного мозга погибли. Ну вот осуществляют массаж сердца, пытаясь вернуть к жизни. Значит, суть сердечной деятельности – это сжатие и растяжение сердца. Поэтому нужно искусственно добиться, чтобы хотя мозг не приказывает сердцу биться, чтобы оно сжималось и разжималось. Тогда оно будет осуществлять какое-то время кровообращения, и возможно мозг установится. Пострадавшего кладут на что-то твёрдое, и ритмически 60 раз в минуту сдавливают грудную кость в нижней половине. Значит, в центре нижняя треть на два пальца, кажется, на два пальца выше мечевидного отростка. Вот во всех руководствах так пишут. Руки кладём одна на другую, как на многочисленных картинках нарисовано, и давим 60 раз в минуту. Вот основной метод оживления. Примерно, чтобы грудная кость смещалась примерно сантиметров на 5 по направлению к позвоночнику, тогда вот там где-то рядом сердце, то есть не на сердце непосредственно, а давим именно на грудину, где-то рядом там сердце. Сильно не надо давить, можно рёбра сломать. Вот и оно будет, короче, сокращаться под действием движения грудины. Считаются достаточно действенные меры, однако нужно сочетать обязательно с искусственным дыханием. Потому что если он, сердце, можем мы заставить биться, но дыхания нет, всё равно умирает. Поэтому если два человека, то один осуществляет искусственное дыхание, а другой делает массаж сердца. Если один человек, то он на 15 с давлением грудной клетки делает 3 вдоха. То есть один человек, он то давит на сердце, то вдыхает воздух в этого, в мёртвого. В связи с тем, что тут нужны более-менее хоть какие-то навыки, можно сломать рёбра и так далее, и передавить, и не додавить. Крайне желательно, чтобы хотя бы уровень санитара был у того, кто помощь оказывает, потому что, допустим, обучают дружинников первой медицинской помощи и так далее. То есть крайне важно, чтобы человека обучали ранее. Вот особенно массаж сердца. Если искусственное дыхание, там ещё, по крайней мере, повредить, ничего практически нельзя. Вот просто можно не добиться оживления. А если массаж сердца, там можно ещё поломать до хрена чего, именно в грудной клетке. Поэтому надо, чтобы был обученный человек. И надо два по возможности. То есть вот один дышит в него, а другой ему сердце пытается добиться, чтобы он бился. На самом деле и искусственное дыхание, и массаж сердца требуют значительного физического напряжения, и оба эти человека устают. Поэтому вот скорую помощь позвали, и два с ним работают. Вот так нормально. Ну и желательно, конечно, применение ручных респираторов, о которых я говорил при искусственном дыхании и так далее. Потому что они оба ещё достаточно все быстро устают. Это 60 раз в минуту нужно толкать грудину. И при этом ещё следить, чтобы ничего не раздавилось там. Ну, эффективность массажа сердца оценивается по появлению пульса на сонной артерии, смотрят в данном случае. Появление реакции на свет, это значит ожил, в принципе. Исчезновение синюшной окраски. Вот когда сердце не бьётся, и вообще нехватка кислорода, то весь синий. Синий начинается с губ там, с носа, вот с пальцев. Но он постепенно такой весь более-менее синий становится. Вот если синюшность проходит, то значит сердце бьётся. Значит, восстановили. Помимо перелома рёбер, что чаще всего бывает, могут разорвать желудок и печень в этих случаях, могут, собственно, само это сердце раздавить некоторые товарищи. Так что вот очень осторожно. Ну и, в общем, считается, что больше 30 минут это всё нет смысла делать. Если через 30 минут от начала массажа сердца, сердце не забилось, зрачки на свет не реагируют, то считают, что умер. И также прекращают реанимацию, если есть явные признаки смерти, то есть трупные пятна. Ну и при некоторых заболеваниях, таких как, допустим, злокачественные опухоли, тяжёлая травма черепа такая, что прям мозги это самое повредили, нет смысла реанимировать, потому что он точно уже умрёт. Если ему разбили головной мозг, он точно умрёт. Или если у него злокачественная опухоль с метастазами, то его нельзя вернуть к жизни. Ну, опять же, такое решение обычно всё-таки врач принимает. Да и в случае массажа сердца лучше, чтобы врачи, или, по крайней мере, медбратья этим делом занимались. Ну, вот такие вот дела.